Добрый день, дорогие друзья, добрый день, коллеги. Я вас приветствую на нашем очередном вебинаре в Директ-Академии. И сегодня наш спикер Юлия Валерьевна Махначева с темой «Сбор и интерпретация библиографических данных». Перед тем, как предоставить слово нашему сегодняшнему ведущему, как всегда, несколько слов от меня. Посмотрите, пожалуйста, в самое начало нашего чата. В нем вы увидите четыре полезные ссылки. Первая из них ведет на нашу главную страницу. Это страница расписания Директ-Академии. На этой странице можно зарегистрироваться на все наши онлайн-мероприятия вплоть до конца учебного года, до июня 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. И на этом видеоканале будет располагаться в том числе и запись этого вебинара через некоторое время. Я думаю, к концу недели. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов Директ-Академии. На этой странице вы можете выбрать себе онлайн-курс для обучения онлайн. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, по которой можно будет приобрести сертификат сразу после окончания данного мероприятия. Ну и я хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые состоятся в Директ-Академии. Сейчас теперь посмотрите в конец чата. Одну минутку. Сейчас я эти вебинары запущу. Вот эти три вебинара. Завтра, пятница. Завтра у нас состоится вебинар Марины Борисенок из Теплицы социальных технологий. И будет он называться «Платформа Теплосеть. От онлайн-обучению к оффлайн-активности». Девятнадцатого в понедельник очередной вебинар нашей постоянной ведущей Натальи Логачевой, который будет называть... Ее цикл, точнее, ее трек посвящен подготовке диссертации. И ее вебинар называется «Научный руководитель. Консультант диссертации. Где искать, как выбрать, чего ждать, как общаться». Ну и, наконец, во вторник двадцатого числа у нас будет тоже наша постоянная ведущая по треку, связанному с историей искусства и искусствоведению, Марина Пивень. С темой «Время титанов и творческий огонь вам не бушует». Вебинар посвящен Микеланджелу Буонаротти. Приходите на вебинары Марины. Это всегда интересно и познавательно. Ну что ж, я с Вами не прощаюсь. Я ухожу в чат. А на... Да, Юлию Валерьевну призываю в эфир для проведения сегодняшнего вебинара. Пожалуйста, Юлия, что у Вас? Ну, я с участниками семинара. Вижу, очень много народу зарегистрировалось, еще подходят. Поэтому очень приятно такое внимание к нашему событию. Много знакомых фамилий. Поэтому будет, я думаю, интересно всем общаться. Ну, пару вводных слов я скажу. Чем, во-первых, вызван такой интерес к этой теме? Вы знаете, что приближается время отчетов, которые организации научные подают в Министерство образования и науки. И поэтому очень важно собрать грамотно сведения, чтобы наши научные организации не пострадали при ранжировании. Вы знаете, что это зависит распределение финансирования. Вот, поэтому надеюсь, что данный семинар и в последующем, наверное, эту презентацию Вы можете скачать. Потому что вряд ли что-то прям так вот осядет. Наверняка захочется подсмотреть какие-то вопросы. И, кроме того, будет выпущено скоро методическое пособие. Называться будет абсолютно так же, как данный веб-семинар. Директ-медиа. Вы можете приобрести это методическое пособие. Там все будет расписано по пунктам. Поэтому, если кто-то что-то не поймет, Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Все будет в конечном итоге хорошо. Главное, все грамотно делать. Ну, вот, с Вашего позволения, я сейчас веб-камеру отключу. Я как бы на Вас всех посмотрела. Она меня будет отвлекать. Поэтому прошу меня извинить. Слышно, я надеюсь, будет всем. Чем продиктованы, во-первых, данный семинар и сбор таких данных? Вы знаете, что существует несколько постановлений правительства. Которые официально закрепили за научными организациями такое, в общем-то, занятие, как сбор вот этих библиометрических, наукометрических данных. Тем не менее, вот, приказы изданы, но учебы соответствующие не проведено. И, насколько я знаю, даже сами представители министерства очень часто делают сам алгоритм поиска неправильный. Более того, часто в формулировках самих вопросов, на которые требуют ответы, содержится уже заведомая ошибка. Поэтому, правда, сейчас ситуация изменилась. Те инструкции, которые мы сейчас видим, они более грамотные, более корректно ставятся вопросы. И на таких вот спорных моментах, которые можно понять двояко, я особо остановлюсь сегодня. Итак, начнем. Что вообще представляет из себя ресурсы, по которым мы собираем эти сведения? Прежде всего, это, конечно, всем известные Web of Science и Web of Science for Collection, компания Cloravate Analytics, Focus, это Эльзивир компания, и российский индекс научного цитирования. Все эти три базы являются политематическими, то есть они расписывают, индексируют издания и статьи по самым широкому спектру научных дисциплин. В каких-то ресурсах наши российские, зарубежных ресурсах наши российские издания присутствуют более широко, в каких-то более узко, но вот российский индекс научного цитирования создан специально для того, чтобы максимально охватить наши российские издания и чтобы цитирование никуда не пропадало. Но вот остановимся подробнее на каждом из ресурсов. Начну я с Web of Science. Это наиболее авторитетный ресурс, который признан во всем мире. Он содержит очень корректную информацию. Более того, эта информация, можно сказать, рафинированная. Web of Science индексируют только те журналы, которые наиболее авторитетны, чаще всего цитируются и больше всего читают. Поэтому 80% ссылок, которые встречаются в пространстве, содержатся в изданиях, которые индексируют Web of Science. Раньше Web of Science представлял из себя сборник указателей Science Citation Index, который выпускался в книжном виде. Многие из вас, наверное, встречали их в свою бытность. Потом эта база данных была на компакт-дисках. И в 1997 году было принято решение о создании в сети интернет-версии Web of Science. Она так и называлась – Web of Science. Тогда это еще был Институт научной информации. Потом хозяином стал Томсон Ройтерс. А сейчас – Скорривейт Аналитикс. Сейчас на данный момент база данных Web of Science включает в себя более 1 миллиарда библиографических ссылок. И глубина охвата – вплоть до 1900 года. Параллельно с Web of Science Core Collection вы должны иметь в виду, это очень важно, сейчас возникла такая некоторая будница. Если раньше была платформа Web of Knowledge, на которой располагался Web of Science, и тут было все понятно, то теперь платформа сама называется Web of Science, и база данных тоже Web of Science, но с продолжением Core Collection. И существует такой момент, что обязательно при подаче сведений для администраторов научных требуются данные именно по Web of Science Core Collection, даже если в задании это четко не обозначено. Но если вы ищете для себя информацию или по какой-то теме, вы можете пользоваться всей платформой и производить поиск по всей платформе Web of Science. Вот это очень важно. На веб-платформе Web of Science расположен сейчас, в том числе, среди других региональных указателей, Russian Science Citation Index. Вот он содержит более 413 тысяч записей, туда входят тысячи лучших журналов наших, российских, которые отбираются по конкурсу. Но эти данные мы не предоставляем, к сожалению, при составлении отчета в готовке. В Web of Science Core Collection входят 9 указателей. Они все являются, в общем-то, равноценными. Иногда указывается в задании, что принимаются в внимание, допустим, только вот эти вот указатели, которые Science Citation Index Expanded, Social Science Citation и так далее, кроме Emerging Science Citation Index. На наш взгляд и на взглядах самих разработчиков это делать некорректно, потому что Emerging Science Citation Index это равноправный участник этой базы, поэтому, если обозначен Core Collection, эта база тоже входит. Emerging Science Citation Index такой новый указатель, который с 2015 года только появился. Он включает в себя записи из журналов, неохваченных Science Citation Index Expanded, как и другими указателями. Но эти журналы отвечают минимальным требованиям по качеству и как бы дожидаются своей очереди, когда рецензенты дадут им оценку за определенный период, и тогда уже будет принято на основании решение о включении или не включении в основные указатели. Кроме вот этих основных указателей Citation Index существует еще база данных по конференциям, по материалам конференции, по научным направлениям, естественно, научным направлениям, по общественным и гуманитарным наукам, указатель цитирования книг и две базы данных по химическим реакциям. Скопус – тоже крупная база данных. В 2004 году она основалась. В общем-то, основной целью было отчасти повторение успеха в Web of Science, но в Скопусе немножко другая философия, поэтому результаты, которые мы получаем с помощью этой базы данных, отличаются от базы данных в Web of Science, прежде всего по причине того, что очень большой охват журналов, гораздо больше, чем в Web of Science туда входит, и больше гораздо российских изданий, очень много конференций. Кроме того, в данной базе представлены статьи, которые еще в журнале не вышли, но имеют статус в печати. Эта база данных тоже политематическая, и, в принципе, очень полезна, конечно, для получения сведений. РИНС – это российский индекс научного цитирования. В 2005 году было принято решение о его создании при содействии Министерства образования и науки. И за достаточно короткий срок надо отдать должное разработчикам. Эта система была разработана и запущена в эксплуатацию достаточно скромными людскими и материальными ресурсами. Но сейчас этот ресурс достаточно хорошо развился. Там присутствует серьезная аналитика как по персональным организациям, так и, в общем-то, я бы сказала, уникальный совершенно ресурс для аналитики журналов отечественных. Поэтому, несомненно, этот ресурс очень важен. И из него тоже требуются сведения. Вот я уже говорила вам о Russian Science Citation Index на платформе Web of Science. Краткая история, исторический факт. В сентябре 2014 года компания Thomson Reuters, сейчас это Clorivate Analytics и научно-электронная библиотека, заключили соглашение о размещении лидера лучших российских журналов на платформе Web of Science. Цель проекта – выделение лучших российских журналов в РИНС и размещение их на платформе Web of Science в виде отдельной базы данных – Russian Science Citation Index. Таким образом, появилась платформа, благодаря которой мировое научное сообщество имеет возможность знакомиться с российскими публикациями. Это очень важный шаг для продвижения наших научных исследований в мировое пространство. Теперь хотелось бы уже конкретно перейти к тому, какие существуют показатели, которые характеризуют публикационную активность и отдельных ученых, и научных коллективов. Прежде всего, это данные о количестве научных публикаций, которые представлены в перечисленных моих ресурсах. Данные о совокупной цитированности тоже, как отдельных ученых, так и целых научных коллективов. Индекс Херша – совокупный импакт-фактор журнала, в которых опубликованы статьи. Вот на последнем пункте стоит остановиться особо, потому что здесь происходит очень много недопониманий. Все, практически все ресурсы имеют свой импакт-фактор. Но тот импакт-фактор, который требуется и который является официально признанным импакт-фактором, – это импакт-фактор, GCR, Journal Citation Reports, компании ClaryVate Analytics на базе индексируемых в MSN журналах. Аналогичный показатель, который существует в RINZ или в Scopus – это не совсем тот импакт-фактор, во-первых. Во-вторых, официально есть такое заключение, что используют только импакт-фактор журналов. Иногда мы в инструкциях читаем в примечаниях, что годится любой импакт-фактор, даже размещенный там где-то на странице журнала в сети интернет, это в корне, во-первых, некорректно, неправильно. И очень часто мы встречаемся с элементарными подлогами, где хищнические журналы, вы знаете, существуют, они могут написать на странице своего журнала какой угодно импакт-фактор, и это не является официальной информацией. То есть официальная информация только та, которая представлена в оригинальной базе данных. Первый, так сказать, первый блок вот этой презентации – это появление показателей по организациям. Это очень важно для вас сейчас, потому что именно сейчас вы будете подавать сведения по итогам работы своих научных организаций в административные органы. Но с организациями достаточно все, в общем-то, просто, и это, так сказать, вас должно обнадеживать некоторые степени, что вы обязательно с этим справитесь. Какие, во-первых, сведения требуются для подачи отчета? Как оно формулируется в инструкциях, которые мы заполняем? Число публикаций организаций, индексированные в российских международных информационно-аналитических системах научного цитирования. Дальше перечисляются все базы данных, включая специализированные аналитические системы, как агрофизикс, пабмед и так далее, в том числе Google Scholar мы здесь видим. Совокупная цитируемость публикаций организации, индексируемых тоже в этих информационных системах. Совокупный импакт-фактор, в которых опубликованы статьи организации и число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями. Сейчас остановимся на самом технологическом таком аспекте, как собирать эти данные. Задачи могут быть поставлены различным образом, но все они, в общем-то, выполняются по одному алгоритму. С вас могут требовать количество публикаций за определенный год или за определенный период. В общем-то, это технологически не отличается друг от друга, поэтому рассмотрим на примере количество публикаций организации за 5 лет. Вот как это делается сначала в Web of Science. Вы открываете окно базы и прежде всего выбираете ресурс. У вас по умолчанию будет стоять Web of Science. То есть это будет поиск по всей платформе. Нам это не надо. Надо выбрать из списка баз данных именно Web of Science for Collection. Пользуемся основным поиском. При этом в строке, где основной поиск, мы выбираем поле «Адрес» и набираем такой вот словесный алгоритм, который будет соответствовать вашей организации. Он должен включать в себя, во-первых, какое-то ключевое слово, которое наиболее характерно для вашей организации, которое вы будете отличать от других. То есть вы должны из названий организации, которые наиболее близко по названию подходят к вашим, чтобы эти записи не примешивались, выбрать такой алгоритм методом «Про по ошибке», который будет выдавать максимально корректный, релевантный результат запроса, который вы создали. В данном случае мы производим поиск для института белка, который находится впущено. Вот у него ключевое слово «Протеинпрод». Дальше мы ставим знак усечения «звездочка», чтобы попали все варианты возможного написания этой организации в поле «Адрес». Дальше оператор «Сейм» используется. Это уникальный оператор, который разработан в «Web of Science». Он позволяет нам искать записи, которые содержат вместе поле «Адрес» и название, и адрес. В скобках можно указать индекс. Для Пущина это очень удобно, потому что у нас город маленький, и чтобы отсечь похожие названия институтов, достаточно указать индекс. И дальше через оператор «О» или мы пишем название населенного пункта. Еще раз повторяю, это все происходит в поле «Адрес». Дальше обязательно выставить настраиваемый диапазон дат. То есть если мы ищем за 5 лет, мы выставляем те даты, которые нам нужны. Если мы выполняем запрос по каким-то определенному году, тогда мы пишем, например, если за 2017 год или 2018, и 2018 по 2018. Дальше мы отмечаем галочками все базы данных, которые входят в Core Collection. По умолчанию, по-моему, там только 4 галочки стоит, поэтому чтобы не было потерь у вас при поиске, вам нужно отметить обязательно галочками все базы данных. Ну и дальше, соответственно, нажимаем «Поиск». Вот нам система выдала результат 300 записей за 5 лет по такому-то запросу, относящийся к нашему институту Бенка. Как искать по скопусу? По скопусу искать сейчас довольно легко, потому что, я знаю, было распоряжение, которое, в общем-то, обязывало всех администраторов научных этапов организации завести свои профили в системе скопус. Кстати, в Web of Science тоже, я, похоже, позже еще об этом скажу. И если у организации есть профиль, то вы идете во вкладку «Организации» и набираете название организации полное, как оно есть. Вот, допустим, Институт биорганической химии имени Шемякина-Овчинникова. Такой профиль нашелся, и мы нажимаем «Поиск». В результате, вот мы видим то, что данный институт, у него некоторые, такой вот, 6000 с половиной почти публикаций. Мы нажимаем на количество публикаций. И дальше мы уже можем отфильтровывать эти записи. То есть, так как у нас стояла задача за пять лет определенные, мы отмечаем годы, которые нам нужны были, и нажимаем кнопку «Ограничить». Если у организации профиля в скопус нет, тогда поиск производится по вкладке документа. Похожий запрос, как в Web of Science, только в отличие от того, что мы через оператор Sane там делали, и там уже показан был алгоритм, как это делается, в скопусе заключается в кавычке. И тоже со знаками высечения, чтобы как можно больше попало публикаций в поле названия организации. Кроме того, вы можете уточнить, добавив в поле погоду организации поиск и по стране организации. Также выбираете диапазон данных. Допустим, за пять лет или за текущий год. И тип документов. Это тоже очень важный момент, потому что чаще всего сейчас требуют все типы документов. Иногда при подаче, особенно заявок на гранты, требуют сведения только об армию типа документов article review, то есть статья или обзор, не принимая в расчет материала конференции и так далее. Вот, поэтому здесь надо смотреть, как у вас стоит задача. Или все типы документов, или какие-то отдельные. И нажимаем поиск. Соответственно, вот в результате этого поиска по документам нам выдалось некое количество записей. Но бывает так, что очень близкое название где-то в какой-то лаборатории, которая была записана как аффилиация института или еще что-то. Нам нужно отфильтровать результаты поиска для корректировки, чтобы не было у нас каких-то статей из других организаций. То есть вы можете выбрать варианты фильтров также и по странам, по организациям. Вот в результате фильтра по организациям мы видим, что все-таки у института Белка есть профиль в скопусе. Это нам облегчает задачу. Мы нажимаем, красим вот этот институт Белка и идем уже непосредственно ограничиваем записи в этой организации и идем дальше. Вот мы получаем результат. 206 результатов за период с 2012 в данном случае по 2016 год. Если вам нужно за какой-то конкретный год, вы видите в скобочках по каждому году сведения тут представлены слева в кабинке. Как в e-library найти эти сведения? Открываем начальную страницу и идем во вкладку «Организация». И мы видим реестр организации. Дальше в реестре организации набираем институт, который нам нужен. Для облегчения задачи еще можно выставить город, страну, если нужно. И система нам выдает данные по искомому институту. Это институт Белка. И мы нажимаем на диаграмму, которую выделим красным квадратиком и получаем все аналитические сведения по «Организации», какие только можно придумать. Вот число публикаций в РИНС за определенные годы, выделенные в красном квадрате. Если за этот период они нужны в целом, мы их, естественно, складываем. Если за какой-то год берем отдельно. И, в общем-то, на этом основные моменты все. Здесь нет ничего сложного. Самое сложное начинается дальше. Вот с определением цитируемости. И особенно вот эта формулировка определения совокупной цитируемости публикаций НИИ за последние пять лет, которую можно прочитать по-разному. Некоторые понимают это как всех публикаций за последние пять лет. Но именно в данной формулировке требуется именно цитируемость публикаций, которые вышли вот за последние пять лет. Поэтому, включая отчетный год. Например, отчетные данные, которые вот нами предоставлялись за шестнадцатый год для того же вот нашего института Белка. Как мы дальше вот делаем. Я уже рассказывала, как заполняется поле адрес по такому же алгоритму. Настраиваем диапазон дат тоже за пять лет. Выбираем все базы данных, которые входят в Core Collection. Нажимаем поиск. И создаем отчет по цитированию. Вот вы видите диаграмму, которая выделена красным квадратиком. Создать отчет по цитированию. И перед нами откроется таблица, где мы видим, в каком году, как цитировались публикации вот этих последних лет. Мы должны вот за определенный нужный нам диапазон эти показатели сложить. Для данного примера цитируемость публикации последних пяти лет института Белка равнялась 918. Как это делать в Скопус? Ну то же самое. Если у организации есть профиль, вы уже знаете, вы идете во вкладку организации, и там набираете название организации. Если нет, то придется тоже пользоваться вот вкладкой документы и дальше идти по пунктам. Не забывать ограничивать поиск диапазоном дат с какого по какой год и типы документов. В результате, вот как и в предыдущем случае, вот мы получили результаты и нам нужно их отфильтровать. Это если мы пользуемся документами. И чтобы получить нам отчет по цитированию, нужно выделить все записи, все результаты поиска и нажать, просмотреть обзор цитирования. Вот, к сожалению, в качестве, что не видно, что написано. Вот в таком красном овале вот это просмотреть, обзор цитирования. И мы видим тоже, как цитируются публикации последних пяти лет. Вот они выделены в красном квадратике и суммарная цифра, она подсчитывается автоматически в графе в столбце промежуточный итог. Не и того, и того, это еще приплюсовывается текущий год или какие-то еще записи, а именно промежуточный итог, который учитывает именно цитируемость публикации, диапазон, который мы задали. Как в e-library. Тоже идем в реестр организаций, набираем наш институт, нажимаем на эту диаграмму, видим, вот где подчеркнуто число публикаций в РИНС, нажимаем на эту цифру, раскрывается перечень публикаций, но нам нужно именно за пять лет, поэтому мы открываем вкладку годы и выделяем те годы, которые от нас требуют. И нажимаем поезд. Вот в результате автоматически подсчитываются найденные 283 публикации с общим цитированием 1444. Вот это и есть показатель цитируемости публикации за последние пять лет в РИНС. В аналитическом обзоре есть такой момент, который многие принимают за ответ на вопрос, который звучал. цитируемость публикации последних пяти лет. Если мы нажмем на знак вопроса, где разработчики нам поясняют, что имеется в виду под этими цифрами, под этой графой, мы видим, что это данные, полученные от цитируемости в текущем году публикации за последние пять лет. То есть это не является ответом на последний вопрос. Это надо обязательно иметь в виду, потому что многие пользуются именно этими сведениями. Это неправильно. Свободный банк-фактор, в которых опубликованы статьи организации. Но я уже говорила, что здесь имеется в виду только один ресурс, это Journal Sightation Reports, и больше никакие. Поэтому я знаю, что многие организации сейчас не имеют доступа к этому ресурсу, но его можно получить в центральных библиотеках. Вот, например, у нас в Бене есть, в ГПНТБ есть, я знаю, в крупных университетах есть. Поэтому у кого есть возможность, пожалуйста, обращайтесь к коллегам, я думаю, они вам помогут. Потому что требуют, а если доступа нет, надо искать какие-то соответственные пути решения вопросов. Вот как выглядит импакт-фактор журналов за 2017 год. Эта база данных каждый год обновляется примерно летом. И здесь мы видим, почему 2017 год, потому что она вот как бы идет с некоторым опозданием, получается, но это самая свежая база, которая актуальна на сегодняшний день. Раньше требовали импакт-фактор классический, двухлетний. Сейчас почему-то обращаю внимание, что требует пятилетний импакт-фактор. Вот в последних инструкциях по сдаче отчетов звучал именно пятилетний импакт-фактор. И тот, и другой показатель выделены в синий и красный столбцы. То есть в зависимости от требований вы можете и вы знаете уже откуда летать. Как вычисляется вообще импакт-фактор пятилетний? То есть в журнале, вы знаете, есть статьи, которые, соответственно, цитируются. Вот вычисляется количество процитированных работ в 2017 году за предыдущие этому году пять лет и делятся на количество этих статей. То есть по сути это средняя некая такая величина, которая является вот в данном случае пятилетним импакт-фактором. Вот для журнала Nature такой показатель 44-959. Показатель высокий, но далеко не самый высокий. Есть и гораздо выше, есть и больше сотни для медицинских журналов, поэтому в каждой дисциплине существуют научные дисциплины, своя цитируемость, свой порог цитируемости и свои величины. Поэтому сравнивать импакт-факторы допустим журналов по сельскому хозяйству или математике, где невысокие показатели с импакт-факторами по биомедицине или еще каких-то быстро развивающихся направлениях нельзя. Это тоже такой момент. Импакт-фактор, который представлен GCR сейчас, раньше такого не было. Сейчас, слава богу, такая опция появилась. Можно выгрузить для последующей работы в таблицу Excel. То есть вы там нажимаете соответствующий значок. Не знаю, как на предыдущем своей было. Нет, к сожалению. В общем, есть такая кнопочка загрузить. Вы загружаете, открываете в себе в Excel, и у вас этот файл сохраняется, и вы можете пользоваться в любое время без доступа к интернету, что очень удобно. И для подсчетов, и для выполнения различных задач. Вот зеленым цветом выделен импакт-фактор двухлетний, желтым цветом пятилетний. мы значит как считается суммарный импакт-фактор. Вы выносите в отдельный список названия журналов, в которых были опубликованы статьи ваших сотрудников. Заводите графу с показателем импакт-фактора и умножаете этот показатель на количество публикаций в этом журнале. Дальше все показатели вы складываете. В Excel это делать очень удобно. Вы сначала пользуетесь формулой обычной умножения, количество публикаций на импакт-фактор. Следующий этап вы растягиваете эту формулу на весь диапазон, который у вас набрался, и автосуммой считаете общую сумму по этим показателям. Получается сумма совокупный импакт-фактор. Как считается, как вообще выявляется количество публикаций института по подготовленных совместно с зарубежными организациями? В принципе, это очень легко, но вам нужно будет объединить результаты, которые получаются с помощью базы данных в Web of Science и с фокус, так как при выгрузке они немножко отличаются по своей форме, и, естественно, вы найдете какие-то дублетные записи, поэтому первый этап нам уже знакомый. И дальше мы пользуемся анализом результатов. Вот внизу создание отчета, мы уже видели, красным квадратиком выделен анализ результата. Вот перед нами будет вот такое окно, где мы слева видим фильтры различные, по которым мы можем сортировать, отфильтровывать записи. Мы пользуемся вкладкой в данном случае countries, страны, дальше минимальное количество публикаций обозначаем, там, по-моему, по умолчанию стоит два, нам нужно единичку, чтобы все публикации попали, и выделяем галочками все страны, кроме России, естественно, и смотрим эти записи. Вот выявлено по базе данных Web of Science за какой-то 2016 год пять записей с иностранным участием, мы их сохраняем в файл, отмечаем, что это с первой по пятой записи, выбираем в меню полную запись, дальше с разделением табуляции для Windows, у кого маки там есть для Mac, и отправляем записи на обработку. Записи сохраняются в текстовом формате, где удобно вы их сохраняете, и дальше через таблицу Excel, через вкладку данные загрузить из текста, вы загружаете эти данные с разделителями, знак табуляции здесь в качестве разделителя, далее, и вот открывается такая таблица. Вы видите верхняя графа, она такое буквенное выражение, сокращенное разными полей. Дальше внизу, ниже там в слайдах будет представлена ссылка, по которой можно посмотреть расшифровку этих полей. Но по контексту понятно, что они в общем-то обозначают, но иногда ставят в тупик и интересно, что это поле обозначает. По скопусу как? Ну, то же самое в профиле организации. Нажимаем записи, уточняем результаты по определенному году. Дальше выделяем слева галочками страны и уточняем, ограничиваем записи. Дальше экспортируем записи. Нужно перед этим выбрать все записи, экспортировать их. Для того, чтобы в Excel удобно было открыть, выбираем сохранить все СВИ. И вот тут обратите внимание, нужно вам выделить оранжевыми квадратиками все те поля, которые вам будут понадобиться. Потому что по умолчанию тоже стоит не все, но по максимуму кому как нужно, их выделяете и экспортируете записи. Дальше вы их сохраняете в формате Excel. И из Excel тоже из меню данные, из текста эти записи компортируются. С разделителями уже через запятую. И вот мы получили массив записей, выполненных с иностранным участием по базе данных с теперь нам нужно объединить два массива полученные из Web of Science и из Opus. Заводим такую общую таблицу, соответственно вручную мы переносим авторов, потому что в таблицах они в разном порядке все представлены, тут мы делаем одинаковый подбок и сортируем уже записи на наличие дублетных записей, то есть вот видите в той или другой базе одни и те же публикации, поэтому какую-то одну запись мы оставляем, какую-то лишнюю удаляем, и в результате у нас получается количество записей, вот в данном случае 8 публикаций подготовлены совместно с зарубежными организациями Институтом Белка в 2016 году. Какие существуют еще дополнительные запросы, которые сейчас стали появляться в отчетных документах? Во-первых, это определение совокупной цитируемости публикаций в наших базах данных за последние пять лет. Вот при такой формулировке вопроса, задания, здесь подразумевается цитируемость всех публикаций за весь период деятельности организации. И здесь очень такой скользкий момент, потому что повезло тем институтам, организациям, университетам, которые не переименовывались, не разделялись за весь период своей деятельности, тогда они ничего при этом не потеряют при правильном выполнении задачи. Но есть такие институты, которые, особенно сейчас, на них объединяются федеральные центры, и это будет такой вообще проблемой, что страшно даже подумать. Некоторые институты переименовываются, то есть вот эту информацию желательно все собрать и провести поиск по всем вариантам написания этой организации и выявить цитируемость за последние пять лет всех этих публикаций. Единственное отрадо то, что старые публикации не очень часто цитируются, но в некоторых организациях есть такие случаи, что там работали такие-то крупные ученые, они оставили богатое научное наследие, которое продолжает активно цитироваться, соответственно, эти ссылки естественно терять не хотелось бы, поэтому важно, конечно, это все выявить. Следующий момент это определение индекса Хирша в этих базах данных. Иногда чаще всего требуют за весь период, иногда требуют за определенный диапазон. И квартире журналов теперь появилась. Дополнительный такой вот вопрос. определение совокупной цитируемости организации за последние пять лет. Вот я уже говорила, что здесь подразумевается цитируемость всех публикаций за абсолютно весь период существования организации. Это сделать достаточно трудно, если организация переименовалась. Это усложняет задачу. Кроме того, что профиль такой, может, профиль даже вами созданный, может, вы не предусмотрели то, что нужно приплюсовывать те еще записи. В общем, кто уже отправлял данные по созданию профиля и забыл приплюсовать организацию, как она раньше называлась, вот желательно скорректировать, наверное, попросить представителей компании скорректировать ваши запросы. В данном случае вот у нас счастливый один институт, который не переименовался с момента своего, так сказать, зарождения и на протяжении всей истории был институтом Белка. Мы выбираем весь диапазон дат, который нам доступен. Вы знаете, что я уже говорила, Web of Science с 900-го года вообще-то глубина записи, но нам по подписке по федеральной доступна глубина только с 75-го года по настоящее время. Поэтому мы в любом случае выбираем все годы и отмечаем все базы данных. И нажимаем отчет по цитированию. И вот мы получаем аналогичную, которая была представлена вашим вниманием таблицей ранее. Мы складываем показатели за каждый год в 14-е, 15-е, 16-е годы, смотря какой диапазон даты у вас. Мы их между собой складываем. Получаем результат цитирования. В скопусе тоже при наличии теперь уже профиля это сделать тоже просто. мы выбираем тоже весь диапазон дат, выбираем все записи, просмотреть обзор цитирования и то же самое складываем показатели по каждому из нужных нам лет, И получаем промежуточный итог, который является нашей скомной цифрой. Как это получить в ринце? Тут есть некоторый такой секрет. мы нажимаем диаграмму, идем в графу число цитирований в ринц и здесь как раз имеется в виду цитирование всех публикаций, которые мы тоже между собой складываем. Индекс Херша. Индекс Херша легко посчитать из отчета по цитированию, поэтому не должно возникать с этим никаких проблем. Что вообще значит этот показатель? Индекс Херша показывает, допустим, если индекс Херша 110 в организации, что это такое? Это значит 110 публикаций цитировались за весь период времени, 110 и более раз. Поэтому, соответственно, чем больше этот показатель, тем лучше. Но факт тот, что данный показатель достаточно спорный, вопрос дискуссионный, но не предмет сегодняшнего, разговора. Эту цифру нам надо получить. Мы видим за весь период индекс Херша института Белка равен 113, это значит, что 113 публикаций института, цитировались 113 и более раз. То же самое по скопусу это автоматически происходит, подсчет в обзоре по цитированию мы видим, тут у нас меньше индекс Херша, 89 это обусловлено во-первых репертуаром расписываемых в издании индексируемых и глубиной охвата. Веб оф сайенс все-таки с 75 года, с кокосом помоложе, поэтому соответственно и цитирование и индекс Херша у нас будут поменьше за весь период. Индекс Херша в Ринце тоже легко, на карточке организации он обозначен вот за все годы. Теперь такой момент, как посчитать за определенный интервал, то есть допустим за последние 10 лет вам нужно определить индекс Херша той или иной организации. Вы тоже создаете отчет по цитированию, но при этом перед этим выставляете даты, диапазон дат с 8 года по 17 в данном случае. Мы видим, что Web of Science нам насчитало 34, скопус соответственно определил как 36. Уже более близкие показатели, потому что тут уже идет параллельное наложение записи. В принципе, журналы, в которых публикуются сотрудники данного института, они в большей части авторитетные, они входят и в ту, и в другую базу, соответственно, цитирование попадает, поэтому показатели достаточно схожи. Как в РИНСе поступить с этим? Там у нас на карточке организации был индекс Херша, который относится ко всем годам, поэтому нам нужно во вкладке годы расставить галочки за определенный период, то есть в данном случае подмечаем с 8 по 17 год все галочками, публикации должны быть именно представлены в базе данных РИНС, нажимаем поиск и сортируем записи по числу цитирований по убыванию. Те, которые записи нашлись у нас за 10 лет, мы их сортируем по убыванию по числу цитирования. И вот листаем этот перечень до момента, пока порядковый номер публикации примерно не сравняется с числом цитирования. То есть в данном случае инвекцистерша будет 33, это значит, что 33 публикации цитировались 33 и более раз. Тут у нас мы видим, что цитирование 33 по счету публикации 34, но это все равно будет индекс Хирша 33, потому что если бы написали 34, это было неправильно, потому что цитирование тут уже ниже, чем 34. Вот это так вот легко, в принципе, такой кустарный метод, я бы сказала, определения индекса Хирша. Теперь, что касается квартирей и зданий. Для чего вообще это придумано? Это очень полезная вещь для взвешенного сравнения публикаций, когда мы сравниваем по импакт-факторам изданий, потому что цитирование изданий по направлениям сильно отличается, и поэтому решили для каждой, так сказать, области знаний свои квартиры разработать. Это достаточно такой сложный алгоритм действий. Мы видим в конечном итоге уже дальше во что это выливается. Первый квартиль это наивысший ранг, соответственно, четвертый квартиль это низший ранг изданий. Но в любом случае журналы, попавшие уже в международную базу цитирования, это уже хороший показатель. Поэтому четвертый квартиль это не является абсолютно показателем того, что журнал плохой. Аналогично есть система в скобус называется сайт спор. Где мы можем узнать этот показатель квартиры? В первую очередь и проще всего из карточки публикации. Когда мы нажимаем, во-первых, нам нужно развернуть карточку публикации и нажать на импакт фактор журнала. Открывается окошко, где мы видим, что в данном случае биофизикал журнал. Он входит в категорию биофизикс, находится на 18-м месте из 72 возможных и ему присвоен первый квартиль. Также можно узнать квартиль из базы данных GCR, это база данных, которая по импакт факторам, найти наш журнал, перейти во вкладку All Yes и уже тут нажав на рэнк, уже мы видим вот такую табличку за каждый год, какой рэнк этому журналу, какой квартиль был присвоен данному журналу. Бывает так, что у одного журнала политематического, междисциплинарного существует несколько, он относится к различным научным управлениям и у него соответственно параллельно присутствует несколько квартир. Вот согласно инструкции, на которую мы как бы стылаемся и ориентируемся, там нужно проставлять максимальные квартиры. Но насколько это корректно, это уже вопрос другой. То есть вы выбираете максимальный квартир, который присутствует для данного журнала. В скобусе очень легко узнать этот показатель. в открытом доступе, даже необязательно подписку на скобус с любого рабочего стола, перейдя по ссылке вот этой зеленым цветом выделенной салатовым. И мы будем наблюдать вот такую табличку, где в зеленых квадратиках прописаны все квартиры журнала. Эту таблицу можно загрузить в формат Excel, с которой потом вам будет удобно работать, находить нужные журналы, сортировать по тем же самым квартирам. Вот вы видите, как эта таблица выглядит. Более того, вы видите по категориям светло-зеленым цветом выделено, то есть для какой категории, к какому квартилю относится журнал, что тоже очень удобно и полезно. Какие еще особенности, согласно отчетным документам, вот в семнадцатом году появились у нас ДОИ, это для переводных версий указывается, и его можно брать, как и с самой статьи, из любой реферативной базы данных, из сайта издательства, сейчас многие отечественные журналы стали подключаться к этой системе, поэтому желательно обратиться к первоисточнику статьи, найти ее или в сети, если возможность есть или взять печатную версию журнала и получить оттуда ДОИ. Квартили я уже рассказала про квартили, причем требуют только квартили по ВОЗ, фаскопус не требуют. При отсутствии ДОИ допускается указание динфекционного номера по Web of Science и динфекционного номера фаскопус. Я сейчас покажу, где их легко обнаружить. Дальше символы, которые проставляются для публикации, которые размещены в скопус, но не проиндексированы в ВОЗ. То есть ВОЗ позиционируется выше, чем скопус, поэтому Р для российского индекса научного цитирования и если не входят первые два буквы латинская это из журнала с перечнем ВАК и буква О английская публикация не вошедшая предыдущие пункты, но имеющие ДОИ. То есть все вот эти обозначения они дают право вам учитывать в отчете публикации, которые вышли в вашем институте. Все остальные публикации, которые не соответствуют вышеперечисленным требованиям почему-то администраторами не учитываются. Итак, где найти индифинсификаторы например Web of Science? Где быстро найти? Мы обращаемся к карточке публикации, раскрываем вот показать еще поля данных, потому что по умолчанию часть полей скрыта и индифинсификаторный локационный номер мы видим он начинается с ВОЗ и дальше цифровое обозначение. В скопусе легко найти в адресной строке публикации то есть вот вы видите карточку публикации вот в красном квадрате выделено в каком месте есть этот индифинсификатор где его можно узнать начинается в красном борься в красном который вы ее вы reacts не вы может Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То же самое с карточек автора. Мы видим... Карточек публикации. Мы видим информацию в Science, вот, например, по финансированию. Мы видим номер гранта и фонд его предоставивший. И то же самое с Focus. Мы видим тоже подробную информацию по фондам и по грантам, по номерам грантов, которые были предоставлены. Это все просто. Это все, что относится к организации. Теперь, что касается персоналий. С персоналиями все намного сложнее, хотя, с другой стороны, может быть, и просто. Как посмотреть? Что нам требуют? В основном персоналий... Сбор по персоналиям требуют, например, диссертационный совет, проходит аттестацию. Собирают сведения обо всех членах диссертационного совета. При подаче, например, заявок на гранты в Российский научный фонд, другие серьезные там, которые, особенно многомиллионные проекты, они требуют очень досконально библиометрические, наукометрические данные. Поэтому тоже важно очень их грамотно собрать. У нас существует несколько способов для сбора данных, например, в Web of Science. Это мы имеем в виду по количеству публикаций. Первый поиск – это по основному поиску по полю автор. Второй вариант – поиск по автору, по вкладке автор. И если у исследователей есть Research ID, мы можем пользоваться данным ресурсом. Вот мы видим, как выглядит поиск по автору по основному поиску. Мы обязательно делаем усещение в случаях, если фамилия заканчивается на «и». И вообще все наши звуки, которые транслитерируются двумя и более буквами в английском алфавите, мы везде ставим усечение, расширение, звездочка. Кроме того, момент – обязательно надо искать записи только с одним инициалом, не с двумя. Потому что очень часто в публикациях авторы указывают один инициал. Кроме того, бывают часто ошибки при втором инициале. Допустим, статья принадлежит нашему автору, а по ошибке там какой-нибудь другой второй инициал написали. Поэтому, чтобы максимально собрать информацию, мы выставляем, во-первых, весь возможный диапазон дат. Также учитываем все базы, представленные в данном ресурсе, нажимаем «Поиск». Вот нашлось данного исследователя 90 записей. Нам обязательно, во-первых, нужно отфильтровать записи, которые могли принадлежать однофамильцам. Для этого мы открываем вкладку «Авторы», отмечаем только нашего исследователя и нажимаем «Уточнить». Потом еще уточнение желательно провести по организациям, то есть где этот сотрудник работал, потому что всякое бывает. И тоже нажимаем «Уточнить». Вот у нас из 90 осталось только 55 авторов, которые относятся к нашему непосредственно ученому. Еще один вариант поиска – это поиск по авторам. Вот вы видите, вкладка, она красным цветом обозначена. Что мы здесь, какой интерфейс. Ну, то же самое мы пишем поле автора, фамилию, инициал. Все с исчениями, с одним инициалом. Дальше проставляем, в какой области знаний он задействован, в какой организации работает, и нажимаем «Закончить поиск». Вот найдено тоже 55 записей, то есть все у нас сошлось. Для подстраховки можно отфильтровать записи, чтобы тоже не попали вдруг однофамильцы, потому что бывают такие случаи, у нас, например, в одном институте работают сын и отец, и еще жена сына, все имеют одну и ту же фамилию, причем она оканчивается на «О», то есть не отличается для женского и для мужского пола, звучит одинаково. И у сына-отца одни и те же инициалы, у невестки один инициал тоже такой же, как у двух предыдущих. Все они работают в одном и том же институте, в одной и той же лаборатории. Вот этот случай, конечно, тяжелый, здесь приходится долго работать. Это приходится брать список трудов всех и уже по трудам сортировать публикации. Ну вот мы уточнили по фамилиям и по организациям и получили список готовый. С помощью Research ID можно пользоваться. Вот у данного исследователя есть этот Research ID. Но недостаток этой системы в том, что ученый должен все время актуализировать информацию, привязывать к себе публикации, отвязывать те, которые ему не принадлежат, в общем, следить за этим списком. Но это очень удобно, тут мы тоже можем много чего полезного получить. Чтобы не все время перескакивать. Дальше. Сведения о публикации авторов Web of Science. Что мы можем получить и как обрабатывать результаты. Прежде всего, чтобы выгрузить найденные нами записи, мы пользуемся вот открытой вкладкой «Сохранить файл другого формата». Выбираем в данном случае. Есть тут еще много что. Можно выбрать. И в EndNote можно сохранить. Если вы зарегистрированы в системе и сохраняете записи в EndNote, вы можете ввести собственные базы данных по сотрудникам, по организациям, по темам. Проблемно ориентированные базы данных. Разные. Очень рекомендую пользоваться этим ресурсом. Но в данном случае нам нужна опция «Сохранить файл другого формата». Вот мы обозначаем количество записей. У нас найдено 55 записей, поэтому мы пишем с первой по 55 запись. Полную запись мы сохраняем с разделительными табуляциями. И отправляем это все в таблицу. Загружаем из Excel с разделителями. Знак табуляции оставляем. И вот еще один важный момент. При экспорте у вас получается вот такая таблица. По умолчанию везде поля все общие. Вот поля, которые относятся к тому и к номеру, желательно сделать текстовыми. Потому что часто, вы знаете, номера, например, 1-2 или 3-4, или 1-6, там 1-4. И при экспорте в Excel получается так, что система пишет там 1-4, 1 апреля. То есть эта информация, чтобы у вас не потерялась, ставьте свойства данных столбцов как текстовые. И нажимаете «Готово». Вот мы получаем таблицу со всеми публикациями авторов, с названием, с выходными данными, как эта статья цитировалась и так далее. Вот о чем я уже говорила. Приведен адрес, по которому можно получить расшифровку всех полей. Дальше мы перейдем к отчету по цитированию, который, в принципе, мало чем отличается от того, что я говорила в случае с организациями. Мы также видим тут, представленным графическим образом, какой индекс фирша, какое суммарное количество цитирований, без самоцитирования и так далее. И все эти данные можно сохранить сейчас в новой версии Web of Science в файл Excel. Или в текстовый файл. Вот такой вид, в общем-то, приобретает эта таблица, которую вы можете рассматривать или сами, или дать ученому, которому интересно, как его статьи, в каком году, сколько раз цитировались и так далее. Какие варианты анализа результатов поиска? Мы переходим не к отчету цитирования, а к анализу результата. Вы видите слева, по каким критериям можно проанализировать публикации. Здесь и годы изданий, и типы документов, и профили организации. В данном случае, вот на примере показано название изданий. Часто требуют представить, в каких изданиях были написаны работы. И поэтому в данном случае мы обозначаем все строки данных до 200 тысяч, чтобы у нас были представлены, и загрузить. Ну, тут в зависимости от того, сколько публикаций можно, конечно, меньшим количеством ограничиться. И уже тоже в таблицу Excel мы можем загрузить результаты вот такого анализа. Тоже очень удобно. Определение цитирования всех публикаций автора. Вот для автора в корне отличается технология поиска цитирования от поиска цитирования организации. Потому что ученые, прежде всего, у наших пишут на русском языке. Они пишут книги, учебники и так далее. То есть данные виды публикации, публикации, они, естественно, не индексируются. Ни одной из баз данных. Они могут туда попадать, но чаще всего нет. Но эти труды активно люди цитируют. Поэтому иногда разница в результатах, полученных вот с помощью общего поиска, и поиска, вот в данном случае будет использоваться поиск при статей меблиографии, различается в разы. Иногда разница составляла 90% между результатом поиска, вот по общему поиску, который был получен, цитирование, и по при статей меблиографии. Поэтому, что касается отдельных ученых, цитирование надо искать. Это наше мнение, и я думаю, оно верное, пользуясь при статей меблиографии. Вот в Web of Science это сделано очень удобно. В скопусе пользоваться этим не совсем пока удобно. Может быть, потом, впоследствии, разработчики как-то более удобный интерфейс придумают, и тоже можно будет с этим работать. Но в Web of Science мы можем этим пользоваться. Вот в данном примере я использовала нашего академика Спирина. «Поиск при статей меблиографии». Мы, во-первых, определяем диапазон дат максимальный, который нам нужен, все базы данных. Нажимаем «Поиск». Вот нашлось 774 записи. Сейчас тоже в новой версии программы, вот в Web of Science, появилась возможность очень удобная экспортировать сразу все найденные записи в таблице. Раньше приходилось эти записи копировать экраны, вставлять в Excel, удалять лишние поля, строки и так далее. Было очень сложно, скажем. Сейчас это можно сделать одним кликом ножки, и мы получаем результат. Вот такая таблица. Таблица, в данном случае выделен розоватым цветом, столбец, который как раз содержит сведения о цитируемости тех или иных публикаций. Сюда включаются публикации, как проиндексированные в Web of Science, так и попавшие просто из списка библиографии, которые не были проиндексированы в базе. Поэтому эти публикации, они обозначены таким черным цветом, их нельзя раскрыть, узнать более подробные какие-то о них сведения, но они цитируются. Что мы делаем на следующем этапе? На следующем этапе мы обязательно удаляем всех однофамильцев, потому что мы же задавали поиск по одному инициалу, соответственно, нам подмешались публикации с однофамильцами, которые имеют первый инициал схожий, а второй различный. Поэтому мы смотрим, какие публикации не принадлежат нашему ученому. Эти публикации мы все удаляем. Желательно иметь, конечно, список трудов ученых. Тогда мы можем, во-первых, недостающие публикации отдельно поискать, как-то добавить, или как-то вот скорректировать в случае, особенно, как я вам рассказывала, когда существует полная однопамильца и работают вместе, и все. Следующий этап – как посчитать индекс фирши на основе результата, который мы получили вручную. Если тогда, когда мы через отчет по цитированному, система нам сама генерировала индекс фирши, то здесь мы можем посчитать, в принципе, сами. Для этого мы, значит, на первом этапе удалили всех однофамильцев. Теперь нам нужно соединить все записи, относящиеся к одной и той же публикации, в одну запись. То есть оставить одну какую-то запись, но показатели цитируемости сложить между собой и написать вот это некое число в строчку, удалив, естественно, все остальные. Вот в данном случае к одной и той же записи относилось еще там несколько, и общее цитирование – 126. То есть мы оставляем какую-то одну запись, пишем 126 и идем дальше. Вот в результате всего этого получился у нас некий список. Мы сортируем по убыванию цитируемости, и точно так же, как я вам рассказывала в случае с Ринсом, идем по порядковому номеру, и когда он сравняется приблизительно с числом ссылок, это и будет наш индекс фирши. В данном случае 51, то есть 51 публикация нашего автора цитировалась 51 и более раз. То есть 51 – это гораздо больше, чем 41, который у нас нашелся в случае с общим поиском. И цитируемость тоже на тысячу, по-моему, отличается суммарно. Определение совокупной цитируемости публикаций за 5 лет. Вот это вот тоже очень сложный момент, который требует внимания. Часто не только к людям это относится, часто проводится анализ журналов, как журналы цитируются за последние 5 лет. Так как это могут быть наши журналы, которые не расписаны, не индексируются в Web of Science, но они цитируются в принципе в этой системе, поэтому также надо пользоваться поиском по предстотению библиографии. Но здесь есть одна тонкость, которую частично исправили разработчики, но еще не до конца. Какой ошибочный путь, по которому люди получают якобы нужный результат? Сначала делается все правильно, то есть выставляется весь период научной деятельности, настраивается диапазон дат, например, за последние 10 лет или за 5 лет, и продолжается поиск. В результате получается вот такая таблица, которая как будто бы содержит вот цитирующие статьи, можно принять за то, что вот это и есть показатели цитирования за последние 5 лет. Нет, это цитирование за все время, и чтобы узнать за определенный промежуток времени, нужно заходить внутрь каждой записи и уже фильтровать записи по нужным нам годам. Это очень трудоемкий процесс. По сути, нужно каждую запись открывать, заходить и смотреть. Вот, например, вот запись, которая там 100 с лишним раз, вот открыв дальше годы цитирования, мы видим, что только в 2017 году ее вынужден нам период процитирования один раз. То есть вот таким вот способом действовать неудобно. Поэтому мы предлагаем при переходе действовать следующим образом. Во-первых, выставить минимальное количество результатов на странице. Это 10, как правило. Здесь вот меньше нельзя. Дальше мы выбираем все публикации нашего автора, которые не относятся к нашему автору, мы не отмечаем. И нажимаем «Завершить поиск». В результате мы получаем вот 95 записей периодов с 2013 по 2017 годы. Вот этот момент разработчик исправил. И, казалось бы, можно все публикации одним разом отметить и завершить вот этот поиск, нажав «Finish Search». Но здесь мы получим искаженный результат. И вот почему нам нужно делать это постранично. Чтобы было минимальное количество потерь. Особенно, если это ученый именитый. Особенно, если у него много публикаций. Чтобы не потерять эти ссылки, мы вынуждены делать все постранично. То есть, что обозначает вот этот результат 95? Это количество публикаций, и мы видим перечень этих публикаций, в которых были процитированы статьи нашего искомого автора. То есть, условно, 95 можно принять за количество цитирований. Но иногда в одной и той же работе автор ссылается более одного раза на нашего ученого. Поэтому, чтобы минимальные потери были, хотя они просто неизбежны и при этом по счете, нужно действовать постранично. И обязательно при переходе на следующую страницу записи надо очищать. Вот такая технология. Достаточно путанная, сложная, но что делать? Стоит проблема, ее надо решать. Вот очистить каждую страничку мы, вот после того, как мы выписали результат отдельно, мы нажимаем кнопку «Очистить» и идем дальше на следующую страницу. И вот, выписав по каждой странице результаты, мы уже можем подсчитать итоговую суммарно цитированность всех публикаций автора за необходимый нам интервал. По аналогичной схеме исключается самоцитирование. Вот тут для примера у меня приведено, как это делать. То есть, это аналогично делается, только вот вместо годов мы убираем самого автора в числе ссылок. Вот мы анализируем результаты, нажимаем «Авторы», нажимаем «Нашего ученого», «Исключить выбранные публикации» и получаем результат без самоцитирования. Но желательно тоже ограничивать минимальное количество записей. Здесь у меня, для примера, по 75 первым записям результат приведен. Тоже эти результаты выписываются отдельно, потом складываются. Но это без учета самоцитирования самого автора. Если там идет глубже с автором, не надо учитывать, то это уже усложняется задача. Но алгоритм действий тот же самый. По скопусу поиск авторов и цитируемости происходит аналогично, в общем-то, организациям. Только у всех авторов по умолчанию автоматически системой создается свой авторский профиль, который... Вот если, допустим, эта публикация была проиндексирована скопусом, все авторы получают свои профили. Поэтому если автор, в общем-то, не следит за своим профилем, и у него эти профили могут различаться, там, допустим, какая-то тематика немножко другая, но близкая, мы выделяем желтые квадратиками всех нужных нам, все нужные нам профили нашего автора и объединяем их в один. Выбираем все записи и смотрим обзор цитирования. Вот мы видим суммарную цитируемость, индекс Херша видим за весь период. Также можно произвести поиск по документам, по авторам. То есть это мы искали по авторскому профилю, здесь поиск идет по полю автор, по документам. В результате нужно тоже выбрать однофамильцев, определить, отфильтровать, где он работает, чтобы было все корректно, и тоже получить вот результат, они у нас сошлись. Вот мы тоже видим, как промежуточный итог за пять лет. Так как здесь нет такой возможности, как в Web of Science, здесь, в принципе, есть поиск по простотейной библиографии, но возможности его несколько иные, скажем так. Им пользоваться не совсем удобно, поэтому цитирование авторов стокус мы только вот можем пользоваться данными, которые у нас сама система выдает. РИНС. В РИНС все достаточно просто. Мы идем в авторский указатель, находим автора, нажимаем публикации, отмечаем галочками годы, за которые нам нужны сведения, нажимаем поиск. Вот найдено там некое количество публикаций за последние пять лет. И чтобы посмотреть их цитируемость за последние пять лет, мы выбираем публикации, процитировавшие данные работы. Вот через список ссылок на работы авторов. И уже в этих списке цитирующих публикаций мы обозначаем галочками годы, за которые нас интересует цитируемое мнение, и нажимаем поиск. В результате нашлось столько-то ссылок, которые можно принять, что 1053 ссылки – это ссылки на все публикации авторов за период с 2014 по 2018 годы, за последние пять лет. Но здесь такой нюанс. Это в идеальном случае, если автор следит за своим профилем и привязывает все свои публикации вовремя и удаляет он информацию. Я не думаю, что данный академик следит за своим авторским профилем и привязывает все публикации. Поэтому в Ринце, в общем-то, достаточно условное вот это число, которое мы получаем, которое не в вашей власти абсолютно скорректировать это. То есть исправить тут ничего нельзя. Только автор сам может цитирование свое корректировать. Ну и на карточке автора, естественно, вы можете увидеть все показатели публикационной активности, которые требуются чаще всего. И в заключении хотелось бы сказать, что вот приведенные модели, так сказать, поиска и получения данных, они отвечают всем требованиям встречаемых запросов. Но если даже какие-то новые запросы появляются, принципы и методы, предложенные нами, они идентичны следующим каким-то возможным вариантам. Поэтому, овладев даже этими методами, вполне можно справляться со всеми задачами. И по материалам данной конференции, или наоборот, по материалам нашей методички, этот семинар проведен, вы можете потом эту методичку приобрести, которая выходит сейчас в Директ Медиа, скоро будет напечатана. Поэтому всем большое спасибо, кто прослушал столь гильную лекцию, может быть, что-то для себя новое открыл. Вот теперь я готова, в общем-то, ответить на ваши вопросы. Сейчас я посмотрю, то, что... Вопросы есть какие-нибудь? Презентацию, да, вы скачаете, у вас будет такая возможность. Ну, вот спрашивают, где можно приобрести, в Директ Медиа, там, я думаю, что в Бене, кто в Бене у нас работает, мы обязательно закупим для Бена некоторое количество экземпляров, наверное, по библиотекам как-то это будем распределять. Поэтому... В свободном доступе методички не будет. Нет, это я сразу говорю. Я против свободного доступа. Вот какие еще там у нас вопросы. Ну, во-первых, вам спасибо, что послушали все, пишут спасибо. Ну, наверное, как-то эта методичка будет распространяться. Я, честно говоря, не специалист, не по комплектованию, не про все остальное, поэтому надеюсь, надеюсь очень, чтобы было понятно. Тут говорят, что четко и понятно. Ну, может быть, кто первый раз, тому, наверное, не очень понятно. Но, по всякому случаю, я старалась. Ну, а вообще по содержанию. Может, какие-то непонятные вещи вы спрашиваете, потому что так трудно сориентироваться. Ой, вам всем спасибо. Цена методички я не знаю. Это к издателям. Ну, да, сначала конкретно работать. По ходу дела будут вопросы. Ну, мои контактные данные у вас есть. Я, в принципе, всегда готова ответить на любые вопросы. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь. Так, контакты, они все ехали, да? Сейчас поставлю контакт. Вот контакт. Ну, это тоже, наверное, нужно обращаться к Паулу Юрьевичу. На почту он будет присылать презентацию, или какая-то ссылка будет, по которой можно будет скачать. Спасибо. 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 Ну, всем, кто прослушал и уже отключается, тоже до свидания. Спасибо большое за внимание. Так что до новых встреч, я надеюсь. Приезжайте к нам в Ген. Буду разу вас видеть. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Юлию Валерьевну за замечательный вебинар. Очень глубокий, большим количеством материала. Вас всех я благодарю за активное участие в вебинаре, особенно в последней части, когда вы начали задавать вопросы. Поясняю для всех вопрос, где скачать презентацию. Если кто-то не знает, как скачивать презентации из нашего вебинара, делается это так. Я прошу прощения, я нарисую поверх кадра. Вот посмотрите примерно в этом направлении. Вы видите там наверху, справа ряд кнопок. Поднятая рука, смайлик и другие кнопки. Вот среди кнопок есть кнопка в виде серой папочки. Нажмите, пожалуйста, на эту кнопку. У вас справа от презентации высветится окно ресурсы. В этом окне вы увидите строчку с названием сегодняшнего вебинара. И зеленой кнопочкой слева от этой строки. Нажмите, пожалуйста, прямо на эту зеленую кнопочку. Не на название файла, а на эту зеленую кнопочку. И тогда вам высветится окошко для сохранения данного файла на вашем компьютере. Так что скачивайте презентацию. Это единственный способ ее получить. Ну, либо обращайтесь тогда к автору. Но лучше не напрягать лишний раз автора, а скачать прямо здесь. Тем более, что она предоставлена на скачивание. Что касается, появится ли ВБС. Скорее всего, да. Я, к сожалению, заранее не выяснял этот вопрос. Но судя по тому, как у нас проходит наша работа, все, что издается в Директ Медиа, попадает в нашу ЭБС. Может произойти некоторая задержка, не день в день, а может произойти некоторая задержка, ну, например, там, ну, в месяц максимум. После этого она появится. И я предполагаю, что она появится в общей коллекции. Потому что у нас никакой специальной коллекции для Директ Медиа нет. Все наши издания попадают, как правило, туда. Отвечая на последний вопрос. Будет ли сегодняшний вебинар на Ютьюбе? Да, я в самом начале... Вы, наверное, не сначала зашли, Альбина Александровна. Да, в самом начале я сказал, что наш этот вебинар записывается, и он появится на нашем видеоканале, предположительно, завтра вечером. Вот, так что ищите, подписывайтесь на наш канал, ищите там. Либо в нашем расписании, как, может быть, многие из вас знают, прямо в расписании все предыдущие вебинары. Строчка «Зарегистрироваться на вебинар» заменяется на строчку «Посмотреть запись». И вы сможете посмотреть запись прямо, не выходя из нашего расписания. Ну что ж, коллеги, давайте прощаться. У нас прошло полтора часа в очень интересном... в очень интересной беседе и общении. До новых встреч. в Директ-Академии. Директ-Академии – это вебинары каждый день. Приходите к нам каждый день, у нас каждый день интересно. Еще раз благодарю Юрию Валерьевну и прощаюсь до, как минимум, до завтра. До свидания. До свидания. Продолжение следует...